В Зверской области растет число заболевших коронавирусом. Напомним, что в середине сентября из Москвы пришла тревожная информация о том, что ковидный госпиталь в Сокольниках может возобновить свою работу. В столичном Депздраве тогда пояснили, что работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме. Это является стандартной практикой для осеннего сезона. И хотя резкой вспышки ковида, как опасались многие, не произошло, заболеваемость инфекции все-таки медленно, но неуклонно растет. Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России, в том числе и в Тверской области, связан с появлением новых подштаммов омикрона и снижением коллективного иммунитета. Происходит незначительное увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе и вызванной новыми подвидами штамма омикрон. Но все эти случаи протекают в легкой или средне-тяжелой форме. Госпитализация, как правило, не требуется. Коронавирусная инфекция, которая уже спустя определенное время после пандемии претерпела определенные изменения, не приводит к развитию тяжелых, таких вот смертельных пневмоний, а по сути является причиной такого же легкого ОРЗ с невысокой температурой, которая зачастую не требует какого-либо специфического лечения, то есть также лечение симптоматическое, борьба с насморком, борьба с подъемом температуры либо с кашлем. В сложившейся ситуации Роспотребнадзор не видит необходимости введения масочного режима. При этом прививку от коронавируса все желающие могут сделать. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику. Продолжение следует...